МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Увага! Говорит ратуша. Шпансер начинается. Нас чекает палац губернатора. Мары стесняются. И они, как правило, сбываются исключительно в ратуши. Кто за город? Одни горы. Так вот, наш город – это горы. Причем иногда совершенно неожиданные. Ну, например, все гуляют по ботаническому саду. И все даже не представляют, что это плоская, бывшая плоская гора. У меня за спиной бывший ботанический губернский сад. Куда войти было невозможно, не оплатив платный вход. И нужно было презентабельно выглядеть. Дресс-код был. Зимой Софья Петровна Голицына, жена Голицына, генерал-губернатора Витебского, инициировала забавы. Брались глыбы из Двины, выкладывались глыбы в горку, и получалась такая замечательная гора, с которой скатывались на санках семьями в одиночку. Софья Петровна Голицына. Это часть 1772. Но мы-то пойдем сейчас мимо части 19 века. Пристроенное крыло П-образное. Не поверите, 1811. Дворец губернатора состоит из двух частей. Одна часть 18 век. Фонтаны появятся, беседки будут. Вот балкон, мы на нем будем сегодня стоять. Да, фотографироваться. Это звонница домовой церкви. Мы будем внутри помещения, где когда-то была домовая церковь губернатора. Что будет именно возвращаться, как в 1830-м было, весь интерьер, исключительная планировка, потому что планировка изменилась. В этих стенах было 33 литерских губернатора и 9 генерал-губернаторов. В 1796 году именно генерал-губернатор Римский-Корсаков убедил императора, что наш город достоин быть центром белорусской губернии. Третий этаж. Губернаторы жили здесь. И на третьем этаже находилась спальня, детская, столовая и кабинет. То есть все это мы сейчас и осмотрим. 16 июля 1812 года в наш город вошла армия оккупантов. И Наполеон занял этот дворец до 1 августа. И он здесь не понимает, чем заняться. Нет армии. Как армия прокладывает то ли, как вода в песок исчезла после сражений. Куковячий на остров, на чем свидетельствует этот парень. И поэтому он здесь мечется, у него решения меняются. Первое решение – это трехлетняя война. Все, компания закончена. Мы здесь перезимуем. Следующие вариации у нас. В 1813 году мы пойдем на Москву, потом мы на Санкт-Петербург. Этнический итальянец. Остров Корсика, город Аячи. 1769 год, 15 августа. Некоторые говорят «наполеоновские планы». Вот маленькие наполеоновские планы. Дорогие друзья, у нее был маленький. За счет вот этих инсинуаций британцев, они его не любили, это понятное дело. Они говорили «пять футов, два дюма». 157, 157. А у французов другие показания, то есть у них и дюймы, и футы, они все другие. Поэтому там на несколько сантиметров больше. 160, а в разных источниках 167, 169. Женщины его при любом раскладе любили бы. Женщины любят людей властных, сильных, масштабных. Пишут о том, что он пребывает в виде в с кем. Беретесь вот здесь, на фоне этого обелиска шикарного. И, конечно, кабинет и тех же губернаторов, и тех же начальников НКВД и КГБ. Но вот сейчас все скромно. Интерьеры скромные. А мы будем создавать интерьеры губернского дворца. Поэтому это все будет компесно, нарядно и красиво. Губернатор Мойлипинчик Владимир Александрович уговорил Бена остаться в нашем городе и открыть школу живописи и рисования, где учился Марк Шагал всего два месяца, но получил великолепную академическую школу. Дорогие друзья, именно при Левашове Фернам Гильон дал заявку в управу. Она была одобрена, и у нас был пущен первый трамвай в Беларуси, седьмой в Российской империи. Это при нем, при Левашове. Мы вернем то, как это было в 1830-е. Вот эта церковь освящена в честь святой Екатерины. Церковь губернаторская. То есть вот там звонится все то, что мы с вами видели, вот этот фрагмент звонницы. Те скульптуры, те лестницы помпезные, те колонны, которые... Они были только до 1941-го. Поэтому все будет восстанавливаться, воссоздаваться. Итак, перспективы дворика. Кто был летом в Здравнево? Кто видел под открытым эмориститный спектакль театра Кубоколоса, Национального академического театра Кубоколоса, о жизни Репина, и все это под открытым небом? Вот это все у нас вот здесь во дворике. А еще концерты, классической музыки, и вообще концерты. И это зрительный концертный зал под открытым небом. Это наше будущее. Когда здесь будут шикарные залы, здесь будут шикарные экспозиции, здесь будет все благоустроено, и будет радовать наш глаз, нас будет интриговать. А сегодня с вами была Аксения Васильевна Дружкова. Специально для вас. Спасибо за внимание. До новых встреч. Дворец вас всегда ждет. И новое впечатление в том числе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.